Илья вызвал в сборную, смотрел на тебе много грязи, шорты, бутсы, черные носки. Что у вас там происходило на поле? Ничего, обычный тренировочный процесс, ничего удивительного. Мы всегда работаем на 100%, укладываемся. Форму можно будет постирать. Как ощущения от того, что вернулся опять в сборную? Ощущения отличные, я готов работать. Настроение хорошее, как у всех ребят. Илья, было ли общение с Станиславом Соломовичем, вы поняли, почему вызвали именно вас, не другого защитника, потому что у вас в последнее время было не так много. В обилие игровой практики не было, скажем так. Да, игровой практики не было, но это решение тренерского штаба, и мне не сказали, почему тебя вызвали, почему тебя не вызвали. Мне пришел вызов, я с удовольствием приехал в расположение сборной. Мне всегда здесь комфортно, уютно, и мне здесь нравится все. Других планов не было, ну, когда изначальный список объявили, ведь вас же до вызвали. Планов не было, я никуда билеты не покупал, поэтому все сложилось хорошо. Нападающие не почувствовали с вашей стороны конкуренцию? Надо было нападающих спрашивать, не знаю. На вас не планируют сборные наигрывать нападающие? Это опять же не ко мне вопрос. Ну, вы готовы, что ли? Я готов на любой позиции. Как вам вообще этот опыт игры в нападения, насколько вы, в общем-то, адаптировались к этому? Ну, там опыта не было особо, очень маленький период, поэтому так можно сказать, по ситуации, пару моментов, и все, они более того. Илья, была классная фотография в инстаграме Рамина Зобнина, и там ваш сын, сын Романа Зобнина, сын Саши Соболева. Расскажите, как вообще за вас болеют ваши дети? Дети болеют, но пока они не особо, я думаю, осознают всю важность наших, так скажем, матчей, нашей работы. Для них это какое-то обыденное такое обычное мероприятие, на которое папа уехал на работу, и все. Пока все для них это так. Я думаю, они еще особо не осознают. Но им нравится атмосфера стадиона, по крайней мере, моему сыну, ему все нравится. Сам ажиотаж футбольных матчей. Вот так вот. Илья, вы уже начали готовиться к Мальте, изучать соперника, и что ты вообще можешь сказать о мальтийском футболе, об этой сборной? Может быть, какие-то фамилии помнишь? Нет, я фамилии не знаю. Сейчас у нас все ребята, почти все сейчас собрались. И мы с сегодняшнего дня начинаем конкретно уже разбирать соперника. Будем смотреть, готовиться. Вот с сегодняшнего вечера. Илья, все помнят вашу прекрасную игру в чемпиоте мира. Илья, насколько вообще болезненно перенесли смену своего статуса, превращение запасного в «Спартаке», и, соответственно, то, что перестали вызываться сборная? Какие, может, выводы для себя сделать? Я бы не сказал, что у меня был какой-то статус особый. То есть здесь все меняется в футболе, все меняется очень быстро. Сегодня ты запасной, завтра ты основной. Поэтому я убедился на собственном опыте. Тут нет ничего удивительного. И, опять же, повторюсь, никакого статуса не было. Футболик быстро меняется, все. Спасибо. Еще есть вопрос? Еще один вопрос. Включитель. Да. Илья, то, что сборная, помимо вас, еще один из центральных защитников «Спартаке» в «Диджики», насколько вам комфортнее в этом смысле и выходить на тренировки, и если предстается возможность выходить на поле именно в такой паре защиты? Конечно, всегда комфортно, когда много ребят из того клуба, с которыми ты работаешь каждый день, которых ты видишь каждый день, которые ты знаешь манеру игры. Но сложностей нет, даже если это будет партнер из другого клуба, и предстоит сыграть с ним. Понятно, что да, с Георгием комфортнее, потому что мы играем в одном клубе. Но, опять же, трудности в сыгранности, если это будет кто-то другой, никакой не будет. Ну, с соглашением, чем играем, например. Ну, вот есть хороший пример. Илья, можно еще, можешь сопоставить Черчесов и ТДСК, и их методы, чей подход все ближе? Нет, даже не очень сопоставлено. Все-таки оба с немецким опытом чувствуются, может быть, что-то общее, знаешь? Нет, ничего общего, абсолютно разное. А, возможно, знаете, Черчесов консультировался ли с ТДСК по вашей текущей форме? Там какой-то комментарий получал? Не думаю, не думаю, что. Спасибо. Спасибо.